Сегодня, соответственно, мой первый доклад посвящен вопросам продаж и того, как грамотно участвовать в тендере на разработку сайтов. То есть сначала мы поговорим про вопрос обработки входящих запросов на примере довольно простого чек-листа, а потом я дам несколько рекомендаций, как правильно расставлять акценты с точки зрения своего собственного участия в тендере на примере разработки сайта и что нужно делать, чтобы, соответственно, побеждать. На самом деле, надо понимать, что в рамках разных образовательных спецпроектов и прочего за последние три года мы выпустили огромное количество материалов, в том числе подробно разбирали все аспекты продаж, начиная от того, где брать заказы и разные вопросы рекламно-маркетинговые, и заканчивая тем, как, собственно, участвовать в тендере. Поэтому, чтобы не повторяться с теми материалами, которые там в виде каких-то видеороликов и прочего уже выложены в открытом доступе, я вот разработал новую тему, она немножко узкая, но зато, как мне кажется, довольно полезная именно с практической точки зрения. Ну, давайте начинать. Итак, как бы некий простой чек-лист того, как вам понять и рубрицировать, сегментировать те входящие запросы, которые поступают в ваше агентство. То есть, как работать с этим сегментом клиентской аудитории, которые к вам обращаются. Ну, как бы на первом этапе, понятно, нужно отсеять некий шлак. Но прежде чем, как бы, начать рассказывать непосредственно про этот чек-лист, как бы небольшая ремарка, да, надо понимать, что владельцы агентств, студий, к сожалению, не всегда умеют нормально сегментировать свои целевые аудитории и работать со своей клиентской базой. Просто потому, что в типовой веб-студии клиентов не очень много, и вы думаете, что вы их все знаете в лицо. Да, ну, то есть, вот там, сейчас идут работы по трем-четырем проектам, еще десяток клиентов находятся на поддержке, и вы думаете, блин, я и так всех их знаю, я знаю, что этот вот такой, этот такой, этот деньги платят, этот деньги платят неохотно. Зачем мне вводить какие-то формальные метрики для того, чтобы как-то сегментировать эту, как бы, клиентскую базу, эту аудиторию? Надо понимать, что вот такой эмоциональный подход, он зачастую заводит вас в ловушку, и вы относитесь к своему клиенту текущему или потенциальному предвзято, несмотря на те конкретные параметры, которые он, например, деньги, которые он приносит в вашу компанию. То есть, к примеру, к вам приходит на тендер, не знаю, Билайн, московский, в регион, и вы участвуете в этом тендере, вы думаете, ого, Билайн, круто. А на самом деле Билайн нужно разработать иконку за 3 рубля, и тендер весь про это. А при этом вы думаете, блин, ну, мы же сейчас проведем тендер для Билайна, и, как бы, потом он станет нашим клиентом, мы начнем развивать, начнем прорабатывать аккаунт, начнем зарабатывать много денег, и Билайн станет нашим, там, ключевым клиентом. Но если вы посмотрите на фактическую составляющую, может оказаться, что Билайн ничего, кроме этой иконки, не надо, и, как бы, емкость этого аккаунта близка к нулю. И вот введение каких-то формальных, количественных, в том числе, оценок по сегментам клиентской аудитории, оно очень важно и помогает реально взглянуть на состояние дел. Ну, и еще, как бы, небольшая ремарка по поводу клиентских баз. То есть, традиционно агентства считают, что клиентская база – это те текущие клиенты, которые у вас есть. И это не так. На самом деле клиентская база состоит из трех больших сегментов, и с ними со всеми нужно определенным способом работать. Ну, то есть, первое очевидное – это ваши текущие клиенты. Но на самом деле это самый маленький кусок вашей клиентской базы. То есть, второй большой пул – это так называемый отказ. Это те клиенты, которые обратились к вам за услугой. А если они обратились к вам за услугой, то значит, что вы на них так или иначе потратили деньги, усилия в плане маркетинга, в плане рекламы, в плане каких-то усилий, которые вы вкладывали в развитие собственного бренда. С ними тоже надо работать. И третий сегмент – это отток. Те компании, которые были вашими клиентами, но, соответственно, по каким-то причинам сейчас вы сотрудничество с ними прекратили. Опять же, нужен определенный комплекс мероприятий на то, чтобы их возвращать, потому что вы с ними уже работали, вы про них многое знаете. И вернуть их зачастую бывает проще, чем найти новых клиентов. Ну, сегодня про сегмент отток мы, наверное, говорить особо не будем. А про механику работы с клиентской базой с отказом немножко поговорим. Ну, и так или иначе, давайте переходить к чек-листу. Как составить чек-лист по входящим обращениям на примере создания сайта? Надо понимать, что эта история хорошо ложится в том числе и на другие диджитал-услуги, которые ваше агентство оказывает. Сначала надо отсеять шлак. Шлак можно отсеять по нескольким довольно простым, понятным индикаторам, которые вы оцениваете еще просто на этапе первичной оценки поступающего запроса или первичном общении. Ну, то есть, во-первых, да, понятно, заказ идет сильно ниже вашей ценовой планки по деньгам. То есть, вы делаете среднекорпоративный сайт, я не знаю, на Битриксе за 250 тысяч, у заказчика есть 5. Понятно, что на первом этапе он просто тупо не проходит по цене. Да, заказчик слабо адекватен. Очень важный момент, когда еще из запроса, который поступил к вам, вы понимаете, что заказчик не очень адекватен и работать с ним будет очень сложно. Это очень важный индикатор, по которому сразу можно эти заказы отнести вот к мусорному сегменту, к сегменту D. Не та область работ. Вы занимаетесь только разработкой сайтов, к вам пришел заказ на мобайл. Понятно, что не совсем ваша тема, можно его отсеять. Слишком сжатые сроки. Понятно, ребятам нужно сделать свой собственный Facebook и нужно его сделать вчера. Заказчик не идет на коммуникацию. Очень важный момент, про который зачастую забывают. То есть к вам, не знаю, какой-нибудь тендерный комитет или комитет по закупкам прислал там большой официальный запрос со сложным ТЗ, там много всего детализировано. Куча информации, вы думаете, ага, отличный запрос, крупный тендер, будем участвовать. Вы задаете вопросы по почте или звоните, а человек, который отвечает на стороне клиента, он не идет на коммуникацию. Он говорит, ну то есть мы вам техническое задание отправили, на вопросы мы отвечать не будем, давайте как бы вы сами готовьте коммерческое предложение. Встречаться мы не хотим, и так вроде все понятно. Это знак очень плохой, это значит, что либо сейчас заказчик просто выясняет какие-то общие вещи, просто интересуется, к примеру, сколько в принципе может стоить, за какие сроки вы можете реализовать проект, либо ему просто не до этого, какому-нибудь крупному руководителю, например, в большой компании. И это значит, что проект будет идти и дальше с низким приоритетом, и вы получите огромное количество проблем на этапе реализации. То есть вот наличие одного из этих шести признаков, оно позволяет сразу отнести эти заказы, то есть отсеять их на входе, но, как мы уже говорили, даже если вы их отсеиваете, это не значит, что про них можно забыть. Вы все равно потратили на них ваши деньги, ваши усилия, на их привлечение, это ваш актив, и поэтому такие лиды надо утилизировать. Их в зависимости от случаев можно утилизировать разным способом. Ну, самый простой, это понятно, не та область работ, к вам приходит хороший заказ на мобайл, хотя вы мобайлом не занимаетесь, вы идете к партнерам, к каким-нибудь друзьям, из соседнего агентства, которое занимается мобайлом, отдаете им таких заказчиков, они вам там возвращают заказ на разработку сайтов. Это понятная простая модель. Что делать в остальных ситуациях? Ну, есть разные способы. Можно иметь пул каких-то партнеров, которые работают в меньшем ценовом диапазоне, чтобы им отдавать работу, но там можно эти лиды утилизировать и отдавать на какие-то биржи обмена заказами, заявками. Например, один из наших проектов Enforza мы сейчас готовим, буквально через неделю-две, к запуску сервис биржи обмена лидов, когда вы отдаете на эту биржу, условно говоря, лиды, которые вам неинтересны, запросы, которые вам неинтересны, и меняете их на те, которые вам потенциально интересны. Соответственно, не забываем утилизировать. Теперь, отсеяли шлаг, делаем простой индекс привлекательности заказа и проверяем его по чек-листу, чтобы сегментировать. Какие параметры входят? То есть мы рассчитываем простую формулу, которая состоит из трех групп показателей. Каждый из этих показателей оценивается по трехбальной, условно говоря, шкале. Плохо, нормально, хорошо, минус единица, ноль, плюс единица. Ну и некоторые наиболее важные показатели идут с коэффициентом 2. То есть, соответственно, если там это плохо, то это получается минус 2, а не минус 1. Собственно, что это за показатели? Ну, первое – это характеристики самого запроса. Вы получили первичный запрос, и на основании этих данных, которые у вас есть, вы смотрите там несколько показателей. Ну, первое, понятное. Бюджет проекта. Тут объяснять не надо. И он как бы важный, он идет с коэффициентом 2. Второе – прибыль проекта. Про это часто забывают. К вам может прийти проект с огромным бюджетом, но работ там еще больше, и вы понимаете, что вы будете работать скорее где-то около нуля. С другой стороны, к вам может прийти маленький проект, там, например, не знаю, за 100 тысяч рублей разработать корпоративный сайт. Но вы понимаете, что у вас уже есть там готовая креативная концепция, не принятая к предыдущим заказчикам. Вы понимаете, что его можно сделать там за несколько дней, и прибыль по этому проекту будет большая. Соответственно, как бы показатели проставляем соответствующим образом. Сила бренда. Насколько привлекателен бренд? Газпром. Очень привлекателен. Какой-нибудь никому неизвестный там воронежский шиномонтаж. Силой бренда не обладает. В портфолио вы им особо не похвастаетесь, поэтому ставим там, допустим, минус единиц. Емкость аккаунта. Очень важный момент. Собственно, как раз к моему примеру про Билай на иконке. Емкость аккаунта показывает то, насколько еще много разных услуг вы ему можете продать. Своих услуг. То есть, к примеру, Билайн пришел к вам за иконкой. Вы считаете, там вот сейчас осмечиваете этот проект. Но общаясь с его аккаунт-менеджером, вы понимаете, что больше Билайна от вас ничего не надо. Что у них и так все в порядке. Емкость аккаунта будет, соответственно, низкой. Там минус единица. С другой стороны, к вам может прийти тот самый ширномонтаж, который с точки зрения бренда никаким образом не интересен. Но у него огромный пул задач в области диджитала. Ему надо и сайт сделать. Потом у него еще какой-то другой бизнес. Контекстную рекламу запустить. Потом продвижением заняться. И в таком случае емкость этого аккаунта может быть высокой. Ну и уровень проработки задания. Понятно, что если еще на первичном этапе заказчик ставит вам понятную, четкую задачу с описанием целевых аудиторий. Бизнес-задач. Того, что должно получиться на выходе, то это повышает привлекательность этого заказа. Это что касается первой группы показателей. Движемся дальше. Вторая группа показателей. Соответствие. То, насколько ваша собственная компетенция, то, насколько ваша собственная компания подходит под запрос, который к вам пришел. Ну и опять же здесь пять довольно простых показателей. Соответствие по типу проекта и технологиям. К вам пришел заказ на битрексе. Вы делаете сайты на битрексе. Отлично. Соответствие есть. К вам пришел заказ на разработку, не знаю, на Ruby on Rails. Ruby on Rails вы не умеете. Где найти подрядчиков на Ruby on Rails вы не знаете. Соответственно, минус единица. Соответствие по портфолио. Понятно. Если у вас есть в портфолио похожие проекты клиента из похожих отраслей, хорошо. Если нету, не очень хорошо. Соответствие по отрасли. Опять же, если к вам пришел заказ из нефтянки, а вы только с нефтянкой работаете, классно. Если к вам пришел заказ из нефтянки, а вы всю жизнь занимались, не знаю, созданием сайтов, салонов красоты. Ну, соответствие не очень хорошее в данном случае. И вероятность продажи, соответственно, тоже падает. Соответствие по срокам плану. То, насколько ожидания и требования заказчика подходят к вашей текущей ситуации. Понятно, что там, допустим, заказчику надо разработать за 3 месяца корпоративный сайт. И вы, в принципе, понимаете, что за 3 месяца корпоративный сайт вы разработаете. Но ваша текущая ситуация по загрузке по ресурсам может этому требованию не соответствовать. То есть, к примеру, у вас там сейчас весь дизайн загружен на 100%. И ближайший арт-директор или ведущий дизайнер на создание концепции освободится через месяц. Таким образом, вы по срокам можете не подойти. Либо, наоборот, у вас все свободно и вы подойдете. Ну и, понятно, соответствие по цене, про это уже говорили. И третья группа показателей – это коммуникация. Эти значения проставляются уже после того, как вы осуществили первичную коммуникацию с заказчиком. То есть, пообщались, ездили на брифинг или просто позвонились по телефону, пообщались в переписке по почте. Ну, это все такое. Адекватность заказчика. Про это уже говорили на отсеве. Насколько заказчик ведет себя адекватно. Насколько он нормально включается в беседу. Насколько он нормально отвечает на вопросы и прочее, прочее. Общий язык. Насколько вам удалось найти общий язык с конкретным менеджером, с конкретным лицом, принимающим решения на стороне заказчика. Опять же, понятно, что вы можете быть из разных вселенных. Вы ему будете рассказывать про то, какой у вас классный фронтенд, какая у вас замечательная адаптивная верстка. И как вы технологически все решаете. Заказчик на той стороне может оказаться таким прожженным экономистом. И ждать, что вы ему будете рассказывать про деньги, про конверсии, про ROI и про прочие показатели. Соответственно, здесь надо либо подстраиваться, либо, если вы понимаете, что общий язык не находится, то, соответственно, этот коэффициент надо ставить ниже. Понимание диджитал-специфики. Вопрос компетенции на стороне заказчика. Сейчас, к счастью, постепенно на стороне крупных клиентов компетенция заказчика растет. В том числе за счет ротации кадров с нашего агентского рынка. То есть люди из студии переходят на сторону заказчика и там уже с позиции заказчика взаимодействуют с другими агентствами. Это абсолютно нормально. И, опять же, чем выше компетенция менеджера на стороне заказчика, тем, скорее всего, эффективность продажи, эффективность дальнейшей работы будет выше. Но здесь надо сделать небольшую ремарку. У меня, на самом деле, есть специальный большой материал про специфику работы с компетентным заказчиком. Я сейчас все это рассказывать не буду, но, как бы, если говорить про пресейл, то чем компетентнее заказчик, тем, с точки зрения пресейла, надо большую роль отводить менеджеру проекта, который этот проект будет вести. И тем меньшую роль руководства вашего агентства, сейлс-менеджером и прочим. Просто потому, что компетентный заказчик очень хорошо понимает, что руководитель агентства приедет навстречу, пожмет ему руку, расскажет, как космические корабли браздят просторы космоса. Точно так же сейлс-менеджер выкатит ему смету, будет его всячески облизывать. Но компетентный заказчик понимает, что по проекту ему потом все равно взаимодействовать с проектом. Ну, и с аккаунтом. И поэтому он хочет видеть этого проекта, он хочет понимать, что это компетентный человек, который сможет реализовать его проект. Поэтому, чем выше компетенция заказчика, тем больше надо выдвигать вперед проекта, который потом реально будет взаимодействовать с заказчиком по проекту. Уровень конкуренции. Тоже понятная история. Одно дело, заказчик обратился и рассматривает всего два агентства, включая ваше. С другой стороны, он написал такое вот письмо счастья, не знаю, все, наверное, сталкивались, когда он в одну копию ставит 500 компаний. Ну, и там, как правило, в переписке начинается после этого тут же веселый троллинг со стороны агентств. И все понимают, что шансы в таком тендере победить довольно низки. Ну, и уровень прозрачности отношений. То, насколько заказчик готов раскрывать правдивую информацию о себе. То есть, к примеру, если речь идет про какие-то бизнес-показатели, ему надо повысить конверсию сайта. Ну, и там, в конечном итоге, количество поступающих заказов. То, насколько он открыт в плане того рассказа о том, какая у него прибыльность по этому направлению. Какая у него сейчас конверсия. Какая была история взаимоотношений с другими агентствами. Если он готов вам рассказывать про свой бизнес, в том числе, вот, как бы, такие внутренние показатели, такие внутренние сведения. Тем больше эффективно, что сотрудничество сложится. Если нет, если не готов, если говорит, а зачем вам, то эффективность и, там, процент продажи, вероятность продажи снизится. Соответственно, мы посчитали вот эти три группы показателей. Запрос, соответствие и коммуникация. В каждой группе пять показателей. Расставили баллы, учли веса. И в результате получаем некий общий индекс привлекательности входящего запроса. Я про это долго рассказываю, но реально надо понимать, что для того, чтобы вот этот чек-лист пройти, надо, в общем, потратить минут десять. Если вы уже первичную коммуникацию с заказчиком провели, то это, как бы, мероприятие, которое не займет у вас много времени. Что в результате? В результате мы получаем, соответственно, три сегмента, которые, ну, в общем, как бы, разбиты, там, по равным третям, в зависимости от того, какой суммарный балл был получен. И с их помощью очень легко сегментировать процесс продаж. То есть, сегмент С самый плохой. Ну, то есть, Д, мы помним, мусор, это то, что мы пытаемся каким-то образом утилизировать, в работу не берем. Сегмент Д, сегмент С довольно плохой. Мы отдаем его стажерам-новичкам, пусть тренируются на кошках. Это заказы с невысокой потенциальной привлекательностью и вероятностью продажи. Пусть играются. Может быть, что-то получится. Сегмент Б самый, как бы, основной. Натравливаем на них основных менеджеров по продажам, основных аккаунт-менеджеров. Как бы, работаем в стандартном режиме. Сегмент А премиальный сегмент. На него, естественным образом, бросаем все силы, бросаем топ-менеджмент, бросаем вас, основателей, руководителей агентств, тех людей, которые максимально эффективно могут такой хороший заказ обработать. Ну и, как мы уже говорили, даже если продажа не будет осуществлена, с вот этим куском клиентской базы, которая называется отказ, надо в дальнейшем работать. Сейчас простой пример, как с ними можно работать. То есть, словно говоря, вы что-то не продали, а как потом можно возобновлять сотрудничество? Ну, то есть, во-первых, конечно же, все эти обращения надо учитывать. Если вы сейчас не учитываете их, не знаю, хотя бы в Excel, а лучше, конечно, в какой-то CRM, то это как бы ахтунг, и вам обязательно надо начинать это делать. Без этого никуда. Таким образом, у вас есть некая лента входящих обращений, где вы фиксируете какие-то параметры. Здесь, конечно же, не все указаны, но просто для общего понимания. Что мы делаем? Мы вводим три дополнительных индекса, которые оцениваем, допустим, от одного до пяти. Это бренд, заказ и статус отказа. Бренд – это привлекательность бренда. Насколько нам был привлекателен бренд, мы про это уже говорили. А заказ – насколько нам был привлекателен проект, с которым пришел этот бренд. Еще раз, к нам может прийти Билайн и заказать иконку, а может прийти какой-нибудь маленький бренд и заказать социальную сеть. И статус отказа – то, насколько мы были близки к победе на тендере. Если мы совсем неудачно выступили, опоздали на встречу, приехали туда с похмелья, совершенно не попали в целевую аудиторию, все было плохо, цена не прошла, про портфолио рассказали плохо – это единичка. Если мы были очень близко к тому, чтобы выиграть, осталось две компании, выбирали между нами и не нами, заказчик не мог выбрать, подбрасывал монетку, чтобы определить, с кем работать. Нам не повезло, но мы были очень близки, статус отказа высокий, на уровне пяти. Но если по пятибалльной шкале мы эти параметры оцениваем. Дальше мы эти три параметра суммируем и получаем некий общий индекс привлекательности, возобновления, общения по заказу. Ранжируем запросы по этому самому индексу и стараемся в первую очередь отработать те, у которых индекс высокий. Когда это взаимодействие надо осуществлять? Когда надо пытаться возобновить разговор? Тут есть два подхода. Если мы говорим, к примеру, про разработку сайтов, то тут история довольно простая. Если вы участвовали в тендере, то вы примерно понимаете, что за проект у заказчика и когда он должен быть реализован. Вы проиграли тендер, вы знаете, что корпоративный сайт, ваши коллеги, которые тендер выиграли, будут делать в течение двух с половиной, трех месяцев. Первый вариант захода – это где-то через два с половиной месяца за две недели до планированного запуска проекта. К сожалению, наш рынок такой, что не все агентства умеют доводить дело до конца, не все агентства умеют нормально работать с заказчиком. Даже если они тендер выиграли, то очень велика вероятность, процентов 30, к сожалению, на нашем рынке, что заказчик будет не очень доволен этим сотрудничеством. Когда подходят дедлайны, появляетесь вы на белом коне, говорите, ребята, помните, мы общались, мы хорошо выступили на тендере, вы рассматривали нас как потенциального подрядчика, как у вас вообще дела. Если у него по проекту уже завал, то, скорее всего, он нормально отнесется к вашему заходу и сложится какое-то общение. Второй вариант – это обращаться к нему через пару-тройку недель или месяц после запуска проекта. Ваши коллеги запустили сайт, по которому выиграли тендер, но, опять же, к сожалению, в России очень мало кто нормально умеет оказывать услуги поддержки и вести клиента после сдачи проекта. Никто практически этого делать нормально не умеет и значит, что после того, как проект был сдан в эксплуатацию, начнутся определенные проблемы с точки зрения поддержки, с точки зрения развития, с точки зрения доработок. Опять же, здесь самый удачный момент – появиться вам на белом коне и попытаться общение возобновить. Это что касается чек-листа на входящие, это что касается простого способа построения индекса привлекательности возобновления и, собственно, когда возобновлять. Теперь, наверное, скажем несколько слов про то, что имеет смысл делать акценты в плане участия в тендере. Во-первых, очень важно, когда вы готовитесь к тендеру, еще на этом этапе создать для заказчика определенную добавленную ценность. Не просто предоставить ему смету и коммерческое предложение типовое, а попытаться еще на этапе продажи доказать свою пользу, свою ценность для него и создать для него какую-то добавочную стоимость взаимодействия с вами. Ну, здесь там перечислены основные точки приложения усилий, которые традиционно агентство игнорирует, ограничиваясь каким-то шаблонным подходом, шаблонными коммерческими предложениями. Про них надо помнить. Анализ конкурентной среды. Конкурентно имеется в виду с кем, кто еще из агентств наравне с вами участвует в тендере. Анализ бизнеса и отрасли клиента. Анализ отрасловых кейсов KPI. Анализ персонали на стороне клиента. И анализ собственного банка идей. Ну, тут, в общем-то, практически все более-менее понятно. Анализ персоналей на стороне клиента очень важен, потому что как раз вы можете понять, допустим, найдя аккаунты в социальных сетях конкретного человека, с которым вы едете встречаться, каким языком он говорит, что ему интересно. Использует он профессиональную терминологию, не использует он профессиональную терминологию. Ну, и вот как бы понять, каким образом попасть в единое понятийное смысловое с ним поле и более эффективно построить работу. Ну, с банком идей, опять же, понятна история. Специфика агентского бизнеса такова, что огромное количество идей, эскизов, креативных концепций не принимается по тем или иным причинам, идет в стол. Практически все, наверное, в том числе вы, как-то эти идеи куда-то складываете, в какие-нибудь папочки, еще куда-нибудь. И, как бы, хороший формат, идеи бывают хорошие, под конкретный тендер вспоминать, что было разработано и не пошло в работу, как-то адаптировать под конкретный запрос и пускать в работу. То есть, к примеру, когда я работал еще на стороне агентств лет 7-8 назад в АДВ, который на тот момент входил в тройку ведущих продакшенов на рынке. У нас, как бы, там было определенное правило, что если мы принимали решение, что мы эскизы на тендере рисуем, то один мы рисовали, как бы, с нуля под задачу клиента, а второй искали в банке идеи что-то подходящее и адаптировали под конкретного заказчика. И понятно, что, как бы, ну, это времени занимало сильно меньше, а давало какой-то при этом определенную разнообразие. Теперь, собственно, с точки зрения, там, какие можно придумать пять приемов, чтобы вот эту самую добавленную ценность для заказчика на тендере создать. Да, ходим с козырей. Ну, первый. Заход с аналитики или аудита. То есть, когда еще на этапе пресейла, еще на этапе формирования коммерческого предложения вы проводите некий аудит текущего состояния дел заказчика, либо отрасли, в которой заказчик присутствует, и предоставляете этот отчет вместе с коммерческим предложением. То есть, к примеру, к вам обратилась какая-нибудь там коммерческая медклиника, вы берете сайты их конкурентов, прогоняете их по какому-то простому чек-листу, ну, там, качество дизайна, качество контента, качество юзабилити, то, насколько там реализованы, нереализованы какие-то специфические для этой отрасли сервисы, вроде там, записи к врачу. И, как бы, собираете небольшую таблицу, делаете из нее какие-то выводы и предоставляете это еще на этапе пресейла. Таким образом, вы, во-первых, показываете, что вы не просто формально подходите к поставленной задаче, а готовы копать глубже. Во-вторых, еще на этапе пресейла вы еще не начали работу, а заказчик уже получил от вас полезную информацию, которая ему в дальнейшем пригодится. Ну, вот в моем конкретном примере описание того, что происходит с сайтами конкурентов его в этой отрасли. Это очень сильно помогает увеличить эффективность продажи. Второй вариант – заход с экспертности. Когда вы не пытаетесь продвинуть свой собственный бренд своего собственного агентства, а просто рассказываете, консультируете заказчика о том, что ему, в принципе, надо делать. Я вот так в свое время, когда еще работал на стороне агентства, продал несколько проектов, вообще не упоминая компанию, в которой я работал. То есть я приезжал на встречу, погружался в бизнес заказчика, выдавал ему какие-то рекомендации, что, на мой взгляд, надо было делать. А потом, когда я в глазах заказчика уже становился экспертом, он понимал, что мои советы работают, что я не стараюсь ему что-то впарить, а стараюсь ему помочь, стараюсь его проконсультировать, то, когда, собственно, речь доходила до реализации проекта, у него вопросов особых не возникало. То есть ему было не очень важно, что за компания я представляю, ну, приправящих районах. И заказ отдавался. Да, заход сознания. Это такая история, когда вы показываете заказчику, что вы все знаете про него, про его отрасль и про прочее, что вы подготовились. То есть вы приезжаете на тендер, на встречу с компанией, которая, ну, с какой-нибудь крупной, не знаю, добывающей компанией. И на этой встрече и в рамках коммерческого предложения вы показываете, что вы все про них знаете, что вы прочитали все интервью их топ-менеджмента, что вы знаете, как устроен их бизнес, что вы знаете специфическую терминологию, которая характерна для добывающей отрасли, что вы знаете, куда эта отрасль растет, что вы знаете, как обстоят дела не только в России или в регионе, а в том числе и в мире на этом рынке. Вы показываете, что вы все про них знаете, что вы отлично разбираетесь в их сегменте, в их рынке. И, кроме того, вы потратили время и изучили, собственно, непосредственно саму компанию заказчика. Расставление вот таких как бы смысловых зацепок в рамках коммерческой документации или устно в рамках встречи, она очень сильно помогает увеличить эффективность продажи. Следующий вариант – заход со стратегией. Он работает, когда заказчик не ограничен в сроках, когда он готов пообсуждать что-то дополнительное. То есть смысл этого захода в том, чтобы расширить предмет обсуждаемой истории. То есть заказчик приходит к вам, ему надо сделать новый корпоративный сайт, а вы говорите, так, отлично, корпоративный сайт, это хорошо, мы, безусловно, можем сделать корпоративный сайт, но давайте подумаем немного шире, что вообще вам можно было бы делать в цифровой среде. То есть сайт – это один из инструментов, один из каналов, с ним более-менее все ясно. И вы в рамках коммерческого предложения расширяете предметную зону обсуждаемого вопроса и предлагаете им подумать о том, как, в принципе, может выглядеть стратегия присутствия бренда этого заказчика в интернете, что, кроме сайта, можно использовать в плане носителей, что можно использовать в плане каналов коммуникации с его целевой аудиторией и прочее, прочее, прочее. Таким образом, когда ваши конкуренты продолжают рассказывать ему про битриксы и про красивые иконки, вы показываете ширину своего кругозора, вы показываете, что вы можете сделать для него гораздо более комплексные, интересные штуки и за счет этого выигрывать. Но здесь есть небольшая оговорка. То есть я вот говорил про сроки, да. Понятно, что бывают случаи, когда заказчику нужны вот от вас только руки. У него какая-то горячая задача, ему надо там через два дня сделать лендинг по какому-то новому продукту. И он ждет, что вы быстро посчитаете ему стоимость этого лендинга. Вот здесь начинать размахивать руками и говорить про стратегию присутствия бренда в интернете не надо. Просто потому, что у него сарайчик горит, ему сарайчик надо потушить. Он сейчас не готов обсуждать стратегические глобальные вопросы. Вот этот момент очень важно понять. Если заказчик, в принципе, вот там готов сейчас по срокам и по общей ситуации обсуждать расширение кругозора, надо обсуждать. Если ему надо быстро сделать какую-то понятную предметную задачу, он ждет от вас именно ее. Не надо выпендриваться, надо посчитать ему быструю понятную предметную задачу. Ну и Джокер, да, последнее время, во всяком случае, на федеральном рынке огромную популярность набрал идеологию перформанс-маркетинга, которая заключается в том, что, в общем-то, не столь важно, что именно вы делаете для заказчика в цифровой стрельде, сколько достижений конкретных KPI бизнесовых, которые ему важны с точки зрения взаимодействия. Ну, к примеру, ему, он ставит перед вами задачу повысить количество заказов из интернета, там, не знаю, на 3%, и дает вам на это определенный бюджет. Куда вы этот бюджет тратите? Делаете, обновляете ему сайт, запускаете контекстную рекламу, делаете SEO, делаете мобильное приложение. Ему, в общем-то, не важно. Он от вас ожидает результата. Вы вообще можете ничего не делать, у него продажи просто так могут вырасти по каким-то причинам. Ну, может подфартить. Так многие SEO-шники работают, к сожалению, берут деньги, да, а сайт заказчика нативным способом растет в поисковиках, они говорят, о, отлично, получилось. А мы молодцы, мы заработали. Вот. Перформанс и диалоги действительно сейчас очень популярны. В регионах пока не настолько, и зачастую заказчик с интересом готов общаться по такой, да, по такой методике. Это надо понимать, но, с другой стороны, опять же, зависит от заказчика. Иногда заказчик не готов, ему это непонятно, ему это не близко, он хочет, как бы, понимать, за что конкретно он платит деньги, там, вот это за сайт, это за контекст, это за SEO. Опять же, ну, надо, как бы, сегментировать по типам заказчика. Это вот с точки зрения конкретных заходов. Ну, и, как бы, закругляюсь. Во-первых, несколько ссылок надо почитать. Мы очень много контента выдавали, довольно хорошего, на мой взгляд, в том числе видео и текстового, в рамках огромного количества проектов. Ну, во-первых, здесь просто какие-то ссылки вот на разные, там, конкретные статьи. Ну, и, в целом, вот, спецпроект, который мы в течение этого года проводили с Yumi, lessons.yumi.cms.ru, это диджитал-сериал про продажи и про маркетинг в агентстве. Туда вошло 17 эпизодов, включая 15 видео-лекций больших про, по разным вопросам. Я очень рекомендую почитать. Мы старались, привлекали в том числе внешних экспертов и делали действительно интересный контент. Вот, если вы еще не смотрели, как бы, очень рекомендую посмотреть. Он бесплатный, естественно, надо просто зарегистрироваться. Ну, и еще, как бы, в завершение, хотел напомнить, что у нас много всяких активностей проходит для вас, для агентств, для студий. У нас сейчас, через неделю, закрывается уже этап подачи работ на конкурс «Золотой сайт-2015». Мы его в прошлом году серьезно реанимировали, и сейчас он, как бы, вышел совершенно на новый уровень, и будет круто, как бы, подавайте работы. В декабре, 18 декабря, пройдет огромное московское мероприятие для агентств и для студий. То есть, сначала днем конференция, а вечером, как бы, вечеринка Digital New Year, цифровой новый год. Приезжайте, будет интересно, то есть, будет интересно и полезно, и весело. Ну, и мы, там, вот, на этой неделе анонсировали пакет поддержки студий в 2016 году, который скромно назвали Digital Forsage. Можно на Руарде про него прочитать, если интересно, и можно его приобрести. Ну, в общем-то, на этом у меня все. Я немножко, там, вылез, по-моему, из времени. Так что, если есть вопросы, давайте, там, буквально один-два. Ну, как бы... Как понять, что это тендеры? Не все это разъявляют. Вот у нас тендер официальный. Да, 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 да. Ну, то есть, тендером я, на самом деле, называю некий вот просто обобщенный процесс пресейла, когда не вы одни участвуете в нем, а заказчик так или иначе выбирает между несколькими потенциальными исполнителями. Это может быть официальный тендер, который, собственно, так и называется. Тендер, когда крупная компания открывает полностью состав участников и говорит, что вот, мы отправили заявки в такие и такие компании. Может быть, тендер неявный. Когда заказчик не говорит, в какие агентства еще он обратился, но вы знаете, как бы, что не только к вам, и что кого-то он еще смотрит. Как бы здесь особой разницы нет, но при этом, когда тендер вот такой неявный, конечно, одним из важных аспектов участия, важных аспектов продажи является то, чтобы выяснить, какие агентства еще в этом тендере участвуют. Ну, в зависимости от этого может быть разная стратегия игры с конкурентами. Со старшим конкурентом, с плачшим конкурентом, с равным конкурентом, с домашним конкурентом. Ну, кстати, у меня про это тоже есть материал на Хабре, а я там это все подробно рассказывал. У меня еще вопрос, можно? Оценка вот этих критериев. Какой специалист, какого уровня, это же не секретарша должна оценивать коэффициенты заявки? Да, секретарша здесь не справится. То есть, в принципе, если секретарша толковая и какое-то время поварилась в кухне диджитал-агентства, то она может осуществлять первичный отсев сегмента D. А дальше это должен делать квалифицированный специалист. Это либо менеджер по продажам, но лучше руководитель, который отвечает за процесс. То есть, надо понимать, что смысл этого сегментирования, он в том, чтобы по разным сегментам, по разным значениям индекса потом построить работу с разными точками приложения усилий. Поэтому нормальная схема, когда руководитель, если агентство небольшое, или руководитель отдела продаж, если агентство большое, эти индексы проставляет сам. То есть, к нему пришел запрос, первичная какая-то коммуникация с заказчиком прошла, он за 10 минут проставил эти индексы, понял, в какой сегмент заказ попал, и в зависимости от того, в какой сегмент заказ попал, он дальше отдал его либо своим менеджерам в подчинении, либо взял его себе, если заказчик крупный. Такого характера вопрос. То есть, понятно, что важно выяснить конкуренцию на тендере. Если тендер, скажем, размещен на такой площадке, как CMS Magazine, и там по полсотни предложений, как корректнее, собственно, этот вопрос для заказчика построить? Не станет же он перечислять все эти полсотни предложений? Не станет. Не станет перечислять, но и надо понимать, что это бессмысленно, потому что в этой полусотне попадут, скорее всего, разные агентства, и какую-то одну стратегию выбрать не получится. Ну, во-первых, в таких тендерах, в принципе, перспективность участия довольно низка. Если заказчик объявляет массовый тендер, который пришел, допустим, на CMS Magazine или на Gate, какой-нибудь партнерский, там, Bittrex, и вы понимаете, что выбирают из 50 компаний, в принципе, привлекательность этой истории низка. Заказчику можно попробовать объяснить, что так не делается. Так не делается не потому, что вам не хочется участвовать, а объяснить ему, что когда он ставит задачу одновременно в 30-50 компаний, то эти компании это понимают, то они ограничатся в взаимодействии с ним конкретными шаблонными предложениями. Ну, то есть вы понимаете, что у вас 50 конкурентов, вы не будете тратить время на погружение в бизнес-заказчика, вы вышлете ему за 10 минут стандартное коммерческое предложение с Мету, а войс как бы прокатит. И это заказчику тоже надо объяснять. Ну, разумный заказчик это понимает, что если вы обращаетесь в 50 компаний, то они будут работать спустя рукава. Поэтому, ребята, давайте вы, может быть, все-таки подумаете, составите сначала хотя бы какой-то лонглист компаний с 7-8, они вам что-то, какие-то там первые ответы пришлют, вы из них составите шорт-лист из 3-4 агентств. Ну, это, в принципе, рекомендованный, надо понимать, состав участников на тендере. И с ними вы уже подробно проработаете, подробно потендеритесь, и они будут с гораздо большим акцентом внимания в этом тендере участвовать, чем когда там есть несколько десятков участников. Ну, собственно, вот. Давайте на этом, мне еще, в принципе, я практически весь день здесь, на площадке, мне можно позадавать вопросы, подходить что-то, поспрашивать. Но мы будем переходить к следующему докладчику. Просьба загрузить следующий доклад. Это Максим Логутин, сервис SiteSecure. И Макс сейчас расскажет про очень важный аспект. Они провели очень крутое исследование по безопасности. И Макс сейчас расскажет, собственно, про само исследование и про то, как агентству правильно работать, и в том числе продавать новые услуги с точки зрения аспекта безопасности. Макс, просим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok